Музыка Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Хартут. Меня зовут Михаил. В сегодняшнем видео мы продолжаем обзор масел. Напомню, что в первой части мы рассмотрели общие вопросы и вопросы безопасности при работе с маслом. И также в первой части я рассказал вам, какие бывают масла и чем они отличаются друг от друга. А вот в этой, во второй части мы приступим непосредственно к рассмотрению конкретных типов масел. И начнем мы вот с этого яркого представителя. Это Denish Oil. Начнем мы с фирмы Rustens. Это, собственно говоря, первое масло, которое попало ко мне в руки, которым я начал пользоваться. Так, поскольку масло в непрозрачной баночке, я буду показывать на листе бумаги его цвет. Масло имеет такой ярко выраженный желтовато-коричневый цвет. В принципе, это нормальный цвет для масла. Дениш ойл. И также есть еще тунговое масло. Это примерно одно и то же. Отличаются они только добавками. Итак, наносим это масло на дерево. Наносится оно очень хорошо. Практически не течет. Впитывается очень быстро. Но впитывается, естественно, не полностью. И на поверхности остается еще какое-то количество масла. После нанесения обязательно нужно дать этому маслу выдержку. Выдержка может быть разная в зависимости от того, чьего масла кто производитель. Вот для фирмы Rustens это, например, 15-20 минут. Если близко очень хорошо присмотреться, то можно видеть, как масло проникает в дерево. Оно, как бы, это лужа все время мельчает, мельчает. И из дерева выходят мелкие пузырьки воздуха. То есть дерево дышит и начинает хорошо впитывать это масло. Масло всегда нужно наносить с избытком. Пусть это будет, опять же, небольшая лужа. Но важно, чтобы поверхность пропиталась хорошо полностью и очень равномерно. Лишнего масла дерево не возьмет. Единственное, конечно, не увлекайтесь на торцах. Можно торцы так залить маслом, что оно будет полимеризоваться у вас неделю. Желательно следить за тем, чтобы наносить одинаковое количество масла как на продольные волокна, так и на торцы. Ну, на торцах можно положить один лишний слой, но совсем чуть-чуть больше, чем на плоскости. Характерной особенностью вот этого масла является то, что оно через некоторое время начинает густеть. Оно впитывается в поверхность и густеет, буквально схватывается на поверхности дерева. Вы можете контролировать состояние масла пальцем, просто вводя пальцем по поверхности. Масло не создает никаких препятствий к движению, палец не залипает. Но есть такие масла, у которых очень быстро происходит впитывание, они густеют очень быстро. И вам нужно дождаться такого момента, когда только-только масло начинает липнуть. Это очень важно. Хотя производители пишут, надо выждать 15 минут строго, или 10 минут, или 20. Не надо придерживаться этого времени. Всегда контролируйте. Если у вас палец начинает прилипать к поверхности, это сигнал к тому, что пора вытирать масло с поверхности, чтобы убрать излишки полностью. Берем обязательно салфетку ХБшную. ХБш желательно такое, с которого не летит ворса. Я не буду дожидаться полимеризации масла. Я сотру его сразу. Но принцип будет понятен. Я вытираю масло. Вытираю тоже без фанатизма. На поверхности должен остаться легкий такой шелковистый блеск. То есть не надо стремиться вытереть масло так, чтобы поверхность выглядела совершенно сухой. Вы всего лишь убираете масло. И желательно двигать либо круговыми движениями, либо вдоль волокон. Вот это масло полимеризуется довольно долго. Ему нужно в среднем, в идеале, конечно, 18-24 часа. Иногда бывает масло, которое полимеризуется полтора суток, 36 часов. Не надо торопиться. И если написано у производителя подождать, например, 18 часов, либо 30 часов, то надо обязательно выдержать это время. И хуже не будет, если вы выдержите чуть-чуть подольше. Лучше дать маслу больше времени для полимеризации. Результат будет лучше. Дело в том, что вам все равно придется наносить несколько слоев. И, естественно, на недосушенный первый слой, второй слой ложится, ну, скажем так, плоховато уже. И, естественно, он разбавляет предыдущее масло. И в конечном итоге у вас высыхание затягивается на еще более длительный период. И вот в случае, как, например, с работой с любой краской, когда вы покрываете изделие в два слоя, первый слой ему всегда надо дать самую-самую хорошую сушку. Лучше дать времени выдержки подольше. Нужно это потому, что первый слой масла хорошо впитывается в поверхность. И по объему дерева распределяются летучие вещества, которые очень трудно выходят из дерева. То есть, если поверхность у вас, может быть, и схватилась, перестала липнуть, но, тем не менее, это еще не означает, что масло полимеризовалось и схватилось полностью в верхних слоях дерева. То, что находится под верхними слоями, все равно остается еще в такой полужидкой фазе. И вот я бы рекомендовал, если написано, что первый слой мы сушим 12 часов, я бы посоветовал вам использовать время в полтора, а то и в два раза больше. Лучше хорошо полимеризовать первый слой, зато потом уже у нас процесс пойдет намного быстрее. Второй слой, когда мы будем наносить, он перестанет впитываться во внутренние слои дерева, поскольку поры уже закрыты первым слоем. И, естественно, его испарение и полимеризация, высыхание будет происходить гораздо быстрее. Итак, это было масло Рустинс. Очень хорошее масло. Теперь мы возьмем Борму. Это масло для дерева Лазурь. Масло некоторое время стояло у меня на полке, и вот у него такая пленочка сверху полимеризовалась под крышечкой. Это ничего страшного, масло от этого не портится. Но как раз вы видите, что цвет у масла такой же, как у Дениша от Рустинс. Это масло тоже имеет слегка желтоватый цвет, но оно немножко мутное. Давайте на бумаге посмотрим. Оно чуть-чуть светлее, но тем не менее желтый оттенок присутствует. Теперь нанесем на дерево. Я сделаю с некоторым разрывом. Видите, что результат примерно получается такой же точно. И мы совсем забыли про акацию. Давайте посмотрим, как это масло выглядит на акации. Теперь дадим маслу некоторую выдержку, и как и в случае с Денишем, нужно дождаться того момента, когда палец начинает слегка липнуть. Итак, прошло 15 минут, масло хорошенько впиталось, и на ощупь оно уже на поверхности более-менее густое. Но здесь вот это масло, именно вот это, оно не обладает такой липкостью, как, например, Дениш Оил. Но в любом случае нам нужно стереть остатки. Остатки я удалил. Видите, что результат немножко разный. Это масло, оно полимеризуется, и практически не оставляет сухого остатка. А вот это масло, лазурь, мы только что смотрели, я говорил, оно слегка мутное. Оно как раз содержит натуральные воски и смолы. То есть оно еще после себя оставляет слой воска. Хорошо ориентироваться по составу масла можно по бумаге. Вот как раз на этой бумаге, если посмотреть, то здесь у нас получается липкий остаток, такой густой коричневый, похож на обычную олифу. А вот здесь вот остается такой белесоватый, светло-желтый остаток на лед. Он матовый. И если мы проводим пальцем, то мы видим, как он стирается. Он похож по консистенции на пчелиный воск. И как раз вот этот воск, он у нас остается на поверхности. Нам его нужно хорошенько располировать, для того, чтобы он загладил поверхность и вошел в поры. На поверхности его излишки нам совершенно не нужны. Он должен уйти внутрь дерева. И вот в этой части хорошо работать именно по большим поверхностям. Мы берем небольшую чистую ткань и начинаем располировать. Полируем до тех пор, прямо с усилием втираем, чтобы ткань стала слегка теплая. Это, во-первых, хорошо втирает воск в поверхность дерева. И, во-вторых, вот этот дополнительный нагрев, он создает лучшие условия для полимеризации масла. На малых поверхностях располировать воск до нагрева, конечно же, довольно сложно. Поэтому приходится довольствоваться просто растиранием вдоль волокон. Ну, если сравнить вот эти два масла, это у нас в чистом виде олифа, а вот это олифа уже с добавлением твердых веществ. И, естественно, вот эти комбинированные масла, они ведут себя лучше, у них более хорошая покрывающая способность. И, естественно, они лучше выделяют текстуру древесины. Но большое содержание твердых веществ в масле не всегда благотворно сказывается на внешнем виде дерева. Об этом я обязательно чуть позже скажу. Теперь давайте посмотрим вот это вот Denish Oil. Это бормовское масло, налито оно из канистры, поэтому в такой таре. Это уже масло, видите, оно мутное, темное и имеет очень высокий процент сухого остатка. То есть твердых веществ здесь прямо-таки очень много. Снова проводим тест на бумажке. Вот как раз можно видеть, чем отличаются масла по цвету. Кстати говоря, запах у масел совершенно разный. Все они содержат какие-то летучие вещества, конечно же, растворители разные, но и состав масла тоже не одинаковый. Это масло также относится к тем маслам, которые очень долго густеют, полимеризуются. Давайте сделаем следующую полоску этим маслом на дереве. Масло лучше наносить снизу вверх, потому что сверху вниз оно и так хорошо течет. И опять же оставляем вот это масло на поверхности минут на 15-20, для того, чтобы оно успевало схватиться. Прошло еще 15 минут. Стираем излишки масла. Оно уже сильно загустело, и тряпочка прямо-таки залипает на поверхности. Вот это датское масло, бормовское. Оно совершенно не такое, как, например, датское масло от Рустинс. Оно более густое, более липкое, и сохнет, честно скажу, очень долго. Мне оно не понравилось тем, что у него довольно большое время сушки, но это, конечно же, не является минусом масла. Просто я привык пользоваться маслами, которые имеют ускоренное время высыхания. Это, собственно, сокращает время работы с самим изделием. Но, с другой стороны, вот эти масла, они проникают довольно глубоко в поверхность дерева и обладают лучшими защитными свойствами. Кстати, если говорить о масле в целом, работа с маслом и работа с лаком, например, это совершенно разные вещи. Работа с маслом намного проще. Во-первых, не нужно иметь покрасочную камеру, и на тот случай, даже если у вас какая-то пылинка упала на поверхность, вы все равно потом вытираете все это тканью. И естественно, что у вас вся пыль, все соринки, они стираются, и поверхность остается чистой. А сейчас вернемся к тесту на бумаге. Вот этот тест, он наилучшим образом показывает свойства масла. Если мы сейчас пощупаем каждый тип масла, то вот, например, первое, это дениш, и вот последнее только что, вот это дениш, они имеют свойство такое, очень большая липкость у этого масла, то есть здесь большой процент содержания самой непосредственно олипы. А вот лазурь уже содержит больше твердых веществ, и на поверхности у нас на ощупь получается как бы вощеная поверхность, вощеные листья бумаги. Итак, в конечном итоге, если сравнивать три типа масла, которые мы сегодня рассмотрели, то, как видите, чем больше процент сухого остатка, чем больше содержание твердых веществ, тем масло выглядит темнее. А на этом, думаю, сегодняшнее видео следует закончить. И в следующей части, в продолжении, мы обязательно рассмотрим оставшиеся масла. Это масла с высоким содержанием сухого остатка, масло, которое представляет собой коллоидный раствор сухих веществ в растворителе, и также масло, вот это фистуловское. Это просто как частный случай, не подумайте, что только фистул делает такое масло. Такие масла есть также и у других фирм. Это светлые масла, которые основаны на натуральных веществах. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Если видео вам понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Можете написать комментарий в обсуждении к видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления. Всем пока!